Разница между салатом таравих, между киямом лейль или же салатом тахаджуд? Есть ли разница между этими понятиями? Между таравих или же тахаджуд, или же киямом лейль? Валлаху а'лам является правильным то, что разницы между ними нет. Единственное, к чему это возвращается, это разница в названиях, разница в именах. То, что принято у людей, то, что принято в народе. Если намаз совершается после салатом лейша, совершается в мечети, группой, то его принято называть салату таравих. Если же этот намаз совершается в последнюю треть ночи наедине дома, с более длительными ракатами, то его чаще принято называть тахаджуд. Но как бы мы ни назвали эту молитву, будь то человек, совершающий таравих, или же человек, совершающий тахаджуд, он входит в ту категорию людей, о которых Мухаммад саллиллаху алейху ассалям сказал, Тот, кто будет выстаивать ночные молитвы месяца Рамадан с верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, то будут прощены ему его грехи. Будь то, если он совершит его в мечети с джаматом и назовет это таравих, он будет из тех, манкама Рамадан, тот, кто выстаивал ночные намазы в Рамадан, или же если он совершает их в одиночестве дома, или же со своей семьей, то он также будет считаться из тех, кто манкама Рамадан, тот, кто выстаивал месяц Рамадан с верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, и иншаллах достигнет той награды, которую обещал Мухаммад саллиллаху алейху ассалям, сказав, Гуфир аляхумата каддама минданбих, будет прощено ему то, что предшествовало из его грехов. Однако, опять же, то, на что уделяют ученые внимание, говорят, что в хадисе был использован услюбуш-шарт, то есть метод обуславливания. Мухаммад саллиллаху алейху ассалям сказал, Манкама Рамадан, иманану ахтисабан, Гуфир аляхумата каддама минданбих, тот, кто будет выстаивать все ночи Рамадана, все ночи Рамадана, с верой и надеждой, то только такому простятся его предыдущие грехи. Наши ученые в комментарии к этому хадису говорят, чтобы человек достиг этой награды, это прощение грехов, он должен выстаивать все ночи Рамадана. Не должно быть таким образом, что человек выставил первые три ночи Рамадана, затем решил отдохнуть, или же выстаивал, может быть, 10 или 15 ночей Рамадана, а затем решил заняться какими-то другими делами, то в данном случае человек не застигнет этой награды. Ведь посланник Аллаха, салли Аллаху алейху вассалям, обусловил и сказал, «Ман кама Рамадан, тот, кто выстоит весь месяц Рамадан, с верой и надеждой, то только такому будут прощены грехи». Несомненно, человек получит свою награду от Всевышнего Аллаха, субханаху атааля, по мере своей искренности, по мере своего следования Мухаммада, салли Аллаху алейху вассалям, в этих молитвах, в зависимости от его намерения. Но он уже не сможет претендовать на ту награду, которая была обещана тому, кто выстоит Рамадан полностью от первой его ночи до самой последней его ночи. И как говорят ученые, если человек прервал это выстаивание дополнительных, желательных намазов в Рамадан, по какой-то причине, допустим, пришлось ему уехать в Сафар, или же он заболел, и только это удержало его от этого, то тогда, иншаллах, у него есть надежда, что он застигнет ту награду, которая была обещана Мухаммадом, салли Аллаху алейхи вассалям.